привет всем кто интересуется пчелами пчеловодам новичкам и также профессионалам сегодня хочу показать для тех у кого стоит вопрос о том как правильно сокращать семьи в зимовку отвечая на этот вопрос необходимо указать также и сроки когда это правильно делать и каким образом потому что существуют разные методы и я на своем канале в том числе показывал разные способы от одних я отказался пришел к какому-то единому мнению и поэтому могу сделать такое громкое заявление что есть правильный способ но сразу же скажу что не ждите от меня четкую инструкцию по пунктам без каких-то условий потому что я нахожусь в теплом довольно таки регионе зима у меня начинается может начаться в ноябре может начаться в декабре с оттепелями в том числе и октябрь еще пчелки развиваются последний расплод выходит и бывает очень часто такая ситуация когда со мной спорят многие другие пчеловоды приверженцы изоляции маток я говорю что возможно мы к этому придем потому что потепление климата такого как например там более южные широты теплые где зимой максимальная точнее минимальная температура плюс 5 редко бывают морозы и снег и так далее все это приводит к тому что матки продолжают засев круглый год круглый сезон какие-то вызывают негативные последствия прежде всего это просто постоянное наличие расплодов которая может прятаться клещ кроме всего прочего это еще и дополнительные нюансы по употреблению кормов почему же возникают все-таки какие-то несогласия с способом изоляции маток я не буду на этом сейчас заострять свое внимание так как это не тема видео но поверьте мне что не все изоляторщики говорят вам полную правду потому что когда я общался предметно и конкретно к своему региону выяснялось что некоторые изоляторщики держат специальные семьи помощницы для того чтобы тех пчел которые у них находятся в безрасплодном периоде взять и подсилить от других семей есть матки помощницы двухматочное содержание и так далее то есть не бывает чудес что у вас матка не сеет изолирована или ее вообще нет а потом вы ее опять открыли и она вам за месяц налупилась только расплода что прям в зиму уходит 8 рамок печатного расплода опять вы ее изолируете он весь выходит и у вас просто набит улей пчелой большинстве случаев это не что иное как монтаж потому что я пробовал делать такие безрасплодные периоды вот в прошлом видео показывал вам семью которая просто стухла не было расплода не было естественно клеща появился он уже в моменте когда матка начал опять там засеивать небольшое количество и так далее тогда получается что что ничего не получается и многие тут будут говорить из приверженцев многие что да ты не умеешь да ты не знаешь да это искусство я этого всего наслушался начитался в комментариях поверьте мне но факт остается фактом что как бы вы там не боялись зимнего расплода его не будет огромное большое количество пока в природе нет пыльцы на сегодняшний день семьи уже затормозили свое развитие нет даже четырех рамок расплода потому что уже 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 сезон подходит концу нет приноса нектара мало идет пыльцы хотя заморозков еще не было и пыльца есть поэтому развитие могло бы быть но я его притормаживаю как я это делаю сокращением семей то есть я сегодня вам расскажу и покажу наглядно как убить нескольких зайцев так сказать достигнуть трех целей первое это снижение яйцекладки маткой второе это сокращение самой семьи в зиму формирование зимнего гнезда и третье это закармливание семей в зиму а также ну как часть этого вопроса плотное комплектование этих кормов чтобы мед не был или там сироп разбросан по всем рамкам и вы не знали что с этим делать а также рассмотрим один частный случай который очень часто бывает у начинающих пчеловодов и когда они читают книгу или слушают рассказчиков в ю тубе о том как нужно правильно делать и они открывают улей а у них все не так как рассказывали об этом тоже расскажу в конце видео так друзья берем семейку крупным планом чтобы все было хорошо видно и без каких-то подстав сразу нужно сказать что я буду рассказывать все вам в комплексе то есть и сокращение и закармливание чтобы не разделять эти вопросы потому что они неразрывно связаны вы видите у меня здесь стоит кормушка двухлитровая потолочная которая еще не убрана из этой семьи почему не убирал потому что но как закормил так вот оставил думаю может быть докармливать буду почему потому что очень тепло и все может произойти для того чтобы потом заново не устанавливать кормушку я ее пока и не убирал сейчас я открою чтобы они вылетели и нужно будет сразу же закрыть чтобы другие не налетели так это вот представительница такой сильной семейки которую можно считать такой нормальной семьей уходящий в зиму стандартной как обычно у меня семьи которые я формирую зиму мы видим здесь сразу как бы визуальным осмотром что есть много вот таких вот надстроечек восковых это говорит о том что семья в состоянии такого развития хорошо поджата потому что ей негде молодой пчели что вышло из расплода негде реализовать свой потенциал восковыделения если этой семье поставить бы вощину посредине они бы ее оттянули за считанные часы ну конечно преувеличиваю но за пару дней они бы вощину потянули аж бегом тяжеленные рамки вот столько запечатанного корма дальше внизу там еще продолжают отпечатывать что-то может быть подносят с этой стороны всегда запомните я сразу буду некоторые нюансы рассказывать с этой стороны они всегда жидкую фракцию забирают с наружной стороны рамки крайней и переносят в центр гнезда на другую сторону рамки то есть такое правило если вы хотите например отдать жидкую незапечатанную часть меда с другой семьи то поставьте ее крайней рамкой отверните или вообще выставьте за заставную но если уже сильно холодно по ночам то можете просто крайне поставить и они тот мед еще и заберут вот такое состояние семьи запечатано мы видим что на этой рамке и на предыдущий даже и пчелок как-то меньше стало сейчас посмотрим возможно эту семью даже можно будет сократить был безрасплодный период расплода была рамки здесь 34 после того как они развивались вот здесь еще есть этно расплода я думаю на камере видно но покажу дополнительно вот здесь вот есть засев и вышедший недавно расплод здесь корма поэтому не сбиваясь со счета считаем на одной рамке расплод и кстати это совершенно небольшое количество смотрим дальше эту рамку я специально оставлял еще под расплод и здесь есть засев большой большое пятно вот она маточка ходит работает эта рамка у них под работу если забрать такую рамку то конечно же матки уже негде будет сеять почему я этого не делаю говорю вам что первая отсылка на температурный режим если бы у меня были уже холодные ночи а у меня по ночам еще 12 градусов днем 24 25 резких похолоданий не предвидится мы видим вторую рамку расплода соответственно никакие рамки я убирать не буду из улья сокращать семью здесь еще две рамки расплода он выйдет это будут молодые пчелки которые сильные которые будут зимовать и доживут до самого мая месяца почему они не ослаблены клещом потому что я уже дважды обработал семью и те пчелы которые запечатаны там конечно я не буду утверждать что там клеща нет совершенно но там его небольшое количество так здесь мы тоже видим печатный расплод а вот это точно будет без расплода это чувствуется по весу вот такие здесь корма следующий момент показываю все рамки здесь тоже не запечатаны до конца но уже начали печатать рамка полностью полнометная такая же и крайняя рамка конечно же там нет расплода вот такое вот количество тут уже до низа допечатывают здесь тоже до низа допечатывают так ну а теперь рассказываю каким образом правильно сокращать закармливать и пускать семью в зиму значит первый момент открываете вы улей у вас 12 рамок например в корпусе или 10 у кого сколько то есть я имею ввиду если у вас вот такое большое гнездо на полный корпус у меня в данном случае 12 рамок корпус первая задача на 12 рамочные улей убрать три рамки вы одну убираете вообще еще 2 мало медных и даже с печатным расплодом можно если не очень же холодно мы же работы проводим конца августа в начале сентября вы ставите вот сюда эти две рамки с расплодом и мало медные перегораживаете их заставной и у вас получается вид вот такой вот такой в гнезде здесь две рамки полнометные здесь две рамки полнометные еще одну мы говорили что мы там ставим плюс минус где-то 5 полнометных рамок оставляем три рамки для засева для выхода и так далее матки вот эти рамки которые у вас остались медовые в данном случае их будет две одна и вторая а третью же вы убрали чтобы освободить место под заставную вы берете и ставите сюда если они с малым количеством меда пчелы начинают вот туда перетягивать в гнездо заполняя пустые соты уплотняя корма вот эти запечатанные места когда у вас там вот так вот выглядит вы раскрываете распечатываете и после этого пчелы опять начинают перетягивать мед в гнездо то есть таким образом вы в первую очередь освобождаете эти рамки во вторую очередь вы откармливаете саму семью укомплектовая ее корма и третий момент какой получается что не за не расходуются запечатанные корма идет потребление вот этого свежего меда и стимуляция для дальнейшей работы матки если вы хотите нарастить силу семьи еще в сентябре некоторые там рассказывают о том что это будут слабые пчелы которые не перезимуют слушайте но модная современная тенденция по изоляции и потому что пчелы ослаблены она появилась не так давно до этого вот все пчеловоды которые наращивали в моем регионе в теплом регионе наращивали в сентябре потенциал пчелиной семьи для зимовки обрабатывая ее от клеща и закармливая при этом достигает цели увеличения количества пчел в зиму и замены тех пчел которые износились очень сильно на подсолнухе и конечно же были заклещены то есть они заклещенные еще с подсолнуха повыходили там летние пчелы для их замены чтобы получить новую генерацию этих пчел даже три-четыре рамки если выйдут это полноценная семейка которая может отлично перезимовать поэтому как бы вот этот момент я сразу отвечаю на вопрос и говорю что вот так она будет работать и пчелы будут жить будут хорошие сильные классные веселые пчелки следующий значит момент когда вы оставили вот так две рамки вы смотрите как они тут забирают не забирают и ставите кормушку ставите кормушку к этому краю когда-то если говорить о том что я в начале видео сказал что были у меня другие способы я там от каких-то отказывался когда-то я кормушку ставил по центру когда-то ставил к другому краю расплодные рамки смещал в одну сторону можете такое видео увидеть то есть я заметил что те рамки которые находятся под кормушкой пчелы заливают в первую очередь они не тянут в другую часть гнезда прям здесь прохода и погнали по рамкам раскладывать сироп там или мед что вы им даете после всего этого они запечатав те рамки могут уже начинать дальше заполнять другие рамки я делал такой эксперимент гнездовые рамки смещал туда закармливал отсюда потом гнездовые убирал маломедными за заставную а здесь оставалось как бы медовое гнездо смещал его по центру и подпирал двумя вот этими вот заставными во многих семьях из ну там и 100 процентов я не знаю процентов наверное 60 70 семей организовывали клуб на зиму возле этой стороны где были расплодные рамки потому что они были залиты в последнюю очередь кормом и как того то не изначально уже туда сместились мне это не понравилось и я так делать не стал поэтому делаю так вот как показал центр гнезда в центре уже на таком этапе в принципе можно ставить две заставные досточки для того чтобы формировать по центру но не обязательно сейчас еще рано поставил я кормушку над этими рамками у меня тут особенность кормушки в том что она не доходит до конца есть кормушки со специальными такими флажками пластиковыми но у меня вот такая то есть я закрываю кусочком пленки там щель так это же я вам как бы показывал но мне же надо вернуть на место для моего данного формирования значит идем дальше после того как вы сделали вот такое формирование представляем что здесь у вас за заставной стоят две рамки с медом которые пчелы потребляют на расплод и которые они берут для того чтобы просто его перенести в гнездо по мере того как в природе появляются первые заморозки может быть или просто идет похолодание снижение количества нектара снижение количества приноса пыльцы пчелы уже тормозятся в развитии в любом случае там 5-7 рамок расплода не будет только если будет какая-то температурная аномалия не будет морозов они будут продолжать развиваться как весной поэтому при сокращении вот такого гнезда вы начинаете их уже в начале сентября конце августа то есть это одновременно в один момент начинаете закармливать если опять же ссылочка такая если у вас в гнезде мало кормов но при том что у вас там 5 рамок полностью кормовых и на этих трех тоже верхние пояски с медом для чего нужно подкармливать пчел если нет полнометных рамок которыми можно в дальнейшем заменить вот эти вот три из подраслода если нет если есть можно просто расплод выйдет и забирать ставит заставную остатки расплода повыходят и просто ставить сюда медовые рамки но вопрос еще заключается в том как сохранить эти медовые рамки до момента когда их нужно ставить в зиму их может просто побить мол и идем дальше закармливаем семью с сахарным сиропом или медовой сытой добавляя в кормушку по 2 литра через день каждый день обязательно можно через день закармливание через день позволяет пчелам нормально разложить корма по тем пустым ячейкам которые есть немножечко там вот в этих вот уже полнометных рамках но продолжают трамбовать забивать чтобы полностью запечатать в момент этой подкормки в этих трех рамках будут выходить пчелы когда они выйдут а здесь будет большое количество нектаров и залили туда 2 литра пчелы за ночь будут воровать так сказать место занимать его у матки отбирая при этом у нее свободные соты для засева тем самым интенсивностью подкормки вы регулируете количество засева в этих рамках а также пополняйте эти рамки кормом то есть идет обычное замещение но как бы две цели достигаем убираем количество расплода снижаем интенсивность засева маткой и при этом пополняем корма семью кормами можно также взять и сократить это количество расплода опять же перебросив дополнительно рамки за заставную матка за заставной сеть не будет то есть вы делаете осмотр раз в неделю и обязательно попадаете на те рамки из которых пчелы вышли и там может быть засев ничего страшного можно даже эти яйца прям убрать в хранилище главное что на них пчелы не потратили кормов то есть там не личинка а именно яйца вот таким вот образом вы сокращаете количество рамок под засев закармливая или же убирая их количество и у вас получается замещение кормами в том числе и теми которые за заставной замещение расплодных ячеек в дальнейшем когда вы видите по силе семьи то есть это первое сокращение внимание второе сокращение когда вы через пару недель не раньше осматриваете опять семью полностью на количество кормов которые они успели собрать а также осматриваете семью на количество расплода возможно уже вы там сделали обработку повторную увидели количество клеща и так далее вы можете принять решение нужно ли вам эту семью сокращать как это увидеть по количеству обсиженных рамок если у вас как меня вот эти рамки примерно почти что без пчел это означает что те пчелы которые сейчас обсиживают расплодные рамки при их удалении они перейдут сюда то есть эту семью можно поджимать убирая рамки из-под расплода чтобы пчелы и потому что смотрите если вы будете бесконечно кормить забивая эти рамки кормом чтобы ей не бы некуда было сеть пчелы будут изнашиваться на переработке сахарного сиропа и тем самым их количество также может снижаться поэтому здесь нужно смотреть просто по силе 7 если семья реально сильно это переживать не за что если она вот такой вот средней силы то нужно смотреть на эти две рамки они перейдут с этих расплодных рамок соответственно можно сильно не закармливать не продолжать кормление интенсивное но смотрите еще какой нюанс здесь нужно видеть погоду и примерные там какие-то температурные режимы почему потому что если будет продолжаться тепло как у меня то эти корма могут пойти на расплод и вы просто потом откроете по холодам собрать окончательно гнездо у вас там нет кормов и куча пустых рамок из-под расплода и это будет некоторая проблема придется закармливать семью уже по холодам поэтому друзья второе сокращение проходит на основании того что вы увидели если есть не обсиженные рамки то нужно одну рамочку сократить что я и сделаю я вам сказал что одну рамку отсюда с расплодом я уберу двух рамок пополнить эту семью хватит одну я пополню другую семью которая для меня даже более ценно в определенном смысле там сидит породная матка чистокровная так сказать поэтому я хочу подселить именно ту семейку одной рамочкой отсюда вот такое второе сокращение провели закормили и дальше можно уже в принципе не переживать следующий момент который делаю лично я потому что у меня сетчатое дно я достаю вкладыш когда начинаются температуры когда пчелы могут не вылетать днем например это 10 градусов похолодания дожди 15 градусов без солнца какой-то денечек в октябре бабье лето они все дружно облетелись покакали собрались опять в гнездо и у вас все время открыто сетчатое дно а тем самым у вас охлаждается гнездо для того чтобы правильно сформировалась семья в зиму сейчас покажу с рамками я все объяснил надеюсь что более чем понятно у вас если вот так как у меня пленка подушки или там потолочены подушки вот эту подушку на момент сейчас она у меня лежит потому что жарко во первых она помогает изолировать тепло от крышки на пленку то есть она как такая температурная прослойка лежит следующий момент друзья когда начинаются холода можно просто дно открывать а можно еще убирать и подушку рекомендуется убирать сверху утепление пчелы тогда опускаются вниз то есть таким образом я охлаждаю гнездо максимально и уже там никакого засева не будет понятное дело что там останется какое-то небольшое пятно с ладошку расплода он выйдет но уже каких-то даже мыслей так скажем у пчел засеивать не будет потому что нет вылетом нет приноса нектара воды пыльцы и так далее кормушку вы естественно при этом убираете закрываете все пленкой и те рамки если их там 75 вы их ставите по центру летков по центру улья и вот такими двумя заставными поджимаете с двух сторон у вас таким образом образуется правильное проветривание с боков центрирование гнезда напротив летка и в последний облет когда пчелки последний раз облетались опорожнили кишечники с этого момента уже считается у вас начинается зимовка и при таких температурах вы опять закрываете дно сетчатое если она у вас сетчатое обрабатываете финиш на от клеща и уже после этого когда вы видите что у вас клуба здесь на рамках нет он там вниз опустился то есть тут пчел нет если будете держать подушку то пчелы будут здесь и наверху лучше убрать когда вы видите что они опустились можно покласть подушечку на зиму уже в качестве как бы теплый верх холодный низ и приоткрыть сетчатое дно через сетчатое дно будет проветриваться улей от лишней влаги а здесь у вас будет вверху тепло пчелки будут потреблять корма и двигаться от передней стенки к задней и немножко вверх и таким образом вы можете сформировать качественно гнездо убирая вот эти свободные рамки если семья сильная можно просто ее закармливать и она сама заполнит но сильно имеется ввиду вы даже не можете сократить нет там свободного места если вы уберете рамки то пчелам негде сидеть вот это супер сильная семья которая занимает 12 рамок тогда в таком случае вам необходимо просто ее закармливать и смотреть там убрать несколько лишних рамок закормленных в запас для этой семьи на весну и они сами там все это сожмут и заполнят потому что я очень часто наблюдал такую картину еще будучи начинающим пчеловодом когда думаешь ой расплод расплод а как же корма расплод выйдет рамки пустые поверьте мне вот то что они там по краям не запечатали налили сироп даже где-то внизу он может быть был на этих рамках все тянут в сам центр гнезда где был расплод уже матка не сеет они ее не кормят они все подтягивают и заливают 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 и думаешь там наверное пустые рамки нужно достать вытянуть и убрать чтобы окончательно сократить достаешь рамки а они полностью залиты причем еще не запечатаны а именно такой жидкий сиропчик который очень кстати как раз на первое время зимовки в центре гнезда для того чтобы дожить на этом сиропе до января месяца а потом уже потребление идет других кормов и таким образом пчелки успешно перезимовывают и теперь я обещал в конце видео рассказать о частном случае который повергает в ступор начинающих пчеловодов потому что вот это все оно как бы по книжке с краю мед внутри расплод расплода немного все контролируемо даже на расплодных рамках есть большие полумесяцы меда и все это подтянут все как я сказал выше какой бывает такой нештатная ситуация вот у меня там буквально наверное вот эта семейка я за ней слежу она у меня какая-то она у меня на контроле я ее открываю и почему я подумал за вас начинающих пчеловодов которым нужно это рассказать открываю эту семейку первые три там даже четыре рамки полнометные такие тяжелые что вообще в зиму им хватит этих кормов для той семьи а дальше пошло первая вторая третья и так 6 рамок с расплодом причем две рамки так ну наверное можно сказать полноценна расплода остальные буквально ну на какой-то с ладошку на какое-то небольшое пятнышко и так везде расплоды везде он запечатан и везде мало пчел то есть но там на расплоде сидят в основном и все в чем сложность том что если взять стряхнуть этих пчел и поставить за заставную этот расплод застынет и в лучшем случае он просто погибнет в худшем случае еще и болезни какие-то начнутся если он там будет выходить или загниет и так далее а тем более в такое вот уже осеннее время поэтому получается что все эти рамки нужно там оставить чтобы вышли те пчелки хотя бы пополнили эту семейку так как она слабая пчел мало и при этом все же таки что делать то есть как сокращать вы открываете улей понимаете что ну никак не сократишь а вот не трогайте ее пусть выходит этот расплод проверьте самое главное на наличие кормов я этих не знаю как их назвать нестандартных пчел я их пытался кормить они не берут сироп то есть если семья не берет сироп с ней уже все что-то не так значит она посыпется ли если их много но не берут они посыпятся что-то с ними не так и вот смотрю да действительно их стало меньше расплод и вот открывал я буквально вчера их стало больше а выходил расплод но еще там у на этих рамках есть я нашел ту на которой нет опять переставил за заставную то есть смысл такой следить когда выходит расплод буквально частенько проверять эту семью потому что но она требует особого повышенного внимания семья чтобы она перезимовала нужно за ней чаще наблюдать как за больным пациентом в больнице утром вечером там в обед и так далее как ваше здоровье соответственно здесь мы посмотрели увидели что они там по выходили из рамок и можно сократить на одну рамку переставить на заставную и так далее опять же если семья небольшая там есть медовые рамки и не кормите ее зачем ее изнашивать на сиропе если она сядет на свой мед в дальнейшем когда вы уберете мало медные рамки вот и все то есть внешне штатность ситуации заключается в большом количестве рамок под расплодом или большом количестве размазанного по рамкам меда и еще одна бывает еще худшая ситуация когда вы открываете а там кормов совершенно нет то есть им не на чем сидеть зимой вот они как-то все там размазали было много пчел было много расплода или еще что-то и короче семья в итоге там три-четыре рамки может пять смотреть ни на что и кормов нет если вы эту семью будете заливать сиропом то она тоже немножечко стухнет и останется три рамки в декабре может быть и две рамки что в таком случае делать в таком случае если у вас понятное дело не один улей а несколько на пасеке вы берете по одной рамке вот из таких семей как я показал первую забираете у нее полнометную рамку закормленную и ставите туда и так из каждого улья по одной рамочке минимум там четыре рамки насобирали посадили их стряхнули можете даже у них забрать расплод поставить его за заставные или крайними рамками к другим семьям просто чтобы он там вышел и все а ту семью чисто посадили на мед и уже и укомплектовали в зиму она развиваться не будет сто процентов они будут рады что у них есть то на чем они не трудились и будут просто сидеть ждать весны прекрасно перезимуют если у них есть корма и они обработаны от клеща и дадут вам следующем году тонны тонны меда надеюсь на все частные случаи ответил поэтому видео получилось долгим если есть какие то вопросы задавайте подписывайтесь на канал подписывайтесь телеграм-канал где можно получить какую-то консультацию поделиться своей информацией опытом и я очень вам благодарен ваш опыт очень ценен когда вы пишете комментарии с тем как у вас проходит та или иная обработка зимовка закармливание сезон это дает полную информацию например я знаю что происходит в одной части страны другой части страны в других регионах странах это очень полезно когда есть опыт использования когда есть такая статистика от людей это прекрасно поэтому спасибо вам еще раз большое всем мира здоровья всем удачи всем пока